Приветствую вас. Вы знаете, у Даниэлова есть некоторая проблема в вашем вопросе, вот. Связана она проблема, я имею ввиду, с тем, что ваш вопрос слишком общий. То есть, это... Вон, это даже не просто... Значит... Ну, в интернете написать эту историю, да, как повысить свою самооценку и, в принципе, вам выдадут кучу результатов. Ну, вот. То есть, мне не очень понятно, зачем с таким общим вопросом и обращайтесь назад. Если говорить же по существу, то темная личная самооценка представляет для каждого человека что-то свое. Что-то свое. И... Воспринимается она... Я имею ввиду... Эм... Низкая... С самооценка. Эм... Эм... Тоже... Человеком... По-своему. И нужно это понимать. И понимать нужно это очень хорошо. Что именно вы... Именно вы... Эм... 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 Э... Эм... Свою... Эм... Эм... Снотыльку... Вот. Эм... Может быть несколько... Допустим... заниженную. Вы ее можете воспринимать по-разному. Совершенно. И крайне важно понять, как она, самооценка, обращена в вашем сознании, низко самооценка. Что она из себя, вообще говоря, представляла. И это уже будет как-то более понятно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на, собственно, оценку. То есть, если у вас низкая самооценка, значит, вы себя оцениваете низко. Но как можно оцениваться без себя, в том числе низко? Большой вопрос. Но можно, конечно. Например, через сравнивание с другими людьми. Вот это, знаете, такая любопытная история, как можно сравнивать себя. с другими людьми. Как вы пришли, ну, к этому? К тому, чтобы, ну, сравнивать себя с другими людьми. Вот хотелось бы, конечно, этот момент тоже, чтобы вы поисследовали, как вы приходите к тому, чтобы сравнивать себя с другими людьми. На основании чего происходит отрицание, что называется, вашего собственного пути, вашей собственной индивидуальности. И как вы к этому, опять же, приходится? Ну, подобная обещание, обещание, обещание себя, конечно. Подобное обещание мне не происходит на ровном месте. Вот, и нужно смотреть, как, как, ну, у вас формировался подобный подход, в результате чего у вас формировался подобный подход и так далее. Зачастую происходит это через некий социальный опыт, вот, который человек получает. Зачастую это происходит из решения, решения человеком следовать тем векторам движения, которые ему указали. Зачастую это происходит из-за впечатления человека о том, что он хуже других. Ну, вот, как человек может быть хуже, чем кто-то тоже нужно выяснить. В частности, нужно выяснить то, как именно у вас это происходит. Следующее, следующий важный аспект, это бороться. Я пишу, как с этим бороться и не впасть в депрессию. Ну, хотелось бы, конечно, узнать, что вы понимаете под словом бороться. Для меня бороться это некая такая, не побоюсь этого слова, карательная мера, крайне негуманная по отношению к человеку. Поэтому бороться, наверное, лучше ничем не нужно. Вот раскрывать какие-то ваши желания противоречия на решение строить. Бороться? Нет. Будете подавлять в четвертом степени, ничего хорошего не добьетесь. Что касается депрессии, то это заболевание, научный диагноз, не очень понятно, как это связано с вашим состоянием. Далее, плохие слова. Ну, плохие слова вас задевают. А, давайте будем несколько более конкретно. Плохие слова вас задевают. Как и чем вас задевают плохие слова, это очень важно выяснить. Что такое плохие слова? Для вас что значит плохие, какие слова плохие, какие слова хорошие? То есть, опять же, некое такое вот поляризированное восприятие людей, их слов и так далее. Ага, вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Понятно, что на подобные слова нужно реагировать. Вопрос, как реагировать? Реагировать на плохие слова с плохими словами ничего хорошего вам не даст. Минус на минус здесь не дает плюс. Реагировать не конфликтно? Можно. И этому можно научиться. Для этого нужно сперва разобраться с теми моментами, которые вас на данный момент тревожат. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.